всем привет меня зовут виктор и это прохождение horizon zero down или горизонт zero down в общем как вам нравится так и называйте а мы сегодня продолжаем приключения элой хвори банук защищает от заразы что окей также посмотрим чё и где мы там зависли застряли застопорились ох ты красота то какая так причем у меня тут еще за восклицательный знак что это такое хер узнает еще и вообще собирался делать так я же часы до собирался пробраться до не на по всей видимости да так ну ладно давай это не пинди давай ползи ползи говорите так что у тебя фонарика нету вау и оптич спири как солдаты резерв для грядущей войны блять и тысяча чертей и и вот это я вот это я прилип вы как говорится вы и пачкарик да а чё не такие мощные то ни хера себе я блять и в шар попал чё происходит-то ну-ка понятно тяни теперь выслеживают блять и шо шо нам и как нам блин надо ждать когда подкород открадутся да так ну-ка реально какой-то он бронированный блять эйла эйла элочка мы жесткого то если честно жесткого то а а а а а а а а ну ну ты ты много чего можешь не думать хорошо что я тут есть дарик который думает да и пожалуй для конца будет сама то эла а а а а а а ух со всеми не со всеми не там еще походит так ну-ка давай все чё черный ход называется блин ух 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 так ну типа тут залезть и можно да ух ну мне хочется того прикончить ну я вот не знаю как его прикончить не прикончить подожди пока мне надо собрать вот эти вот штуки и и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Что я его это с рыскарем перепутал Как он там Дуголоб или кто он там Дуболоб С рыскарем перепутал Так мне надо вон туда В принципе его там можно было бы И не трогать Но Я его тронул Я его тронул И поэтому Вот так вот все По сути вообще можно было их не трогать Сюда вот забежать Туда А тут пробежать Туда А туда что ты А туда то вот интересно для чего у меня путь Что куда там ведет Там не Давай пройдемся Ладно А то потом буду думать Думать Мол Типа А че Куда А там сундучок Да Ну окей Давай Сундучок нам пригодится Тем более там Для путешествия Это фигня Окей Там какие-то взрывы Не обращай внимания Тебя это не касается Пятнадцатый Так А че Мне наверх Блин В обход Или подраться Это еще кто знает Вот Задача Так Не стой Подожди Не подожди Я что-то по-моему Как бы тут вообще не это Да Да все Спускайся Ух Придется Придется Да значит Так А там что такое Ну это все Пятнадцатый Пятнадцатый Они типа Огонечка боятся Ну Хер их знает Насколько они Боятся Огонечка Тебе это не понятно Ух Сколько у вас Мудаков Набежало Сразу Не Вот это прикольная Бомба Очень Надо там Падальщиками Назовать Вы просто Обычные Ссыкуны Огонечка Продолжение следует... Блин... Все... Фух... Справился, ладно... Собирай траву... Лечебную... Потому что мы же еще даже... Вовнутрь не попали, а уже... Все, блин, порастратили... Вовнутрь еще даже не попали, уже, блин, все потратили... Если вообще, что у меня... По-моему, нету этих... Лечилок... Есть... Есть... Ну да ладно, это хорошо тогда... Ты приближаешься, иди к тому кряжу... Кряжу... Я... Сперва тут... Все, что можно... Лечебное попробую собрать... А сперва попробую найти там, да, чтобы собрать... Кряжу... Его будет видно с вершины... Теперь надо действовать быстро... Проверись туда и разбей модуль, пока они не подняли тревогу... Понятно, блин... Ну, как обычно, меня заметят быстрее, да, чем... Я смогу пробраться... Ну что же... Ммм... И что это? Я вижу ноги, длин на шее, но... Самого его нет? Нет... Передатчик убрали... Загляни в ущелье слева... Может быть там... Вот твоя осведомленность... Это там, где взрывы? Ясно... Другого шанса не будет, Элой... Так что советую настроиться серьезно... Видишь мост... Через ущелье? Ага... Запомни это место... Сбоку крепления для веревки... Там ты выберешься... А воины затмения? Обойди или убей, как хочешь... Взрывы заглушат любой шум... Найди длин на шее и разбей модуль наверху... Попробую... Э-э-э... Троих из нас завалило... Какой после взрыва старик Датька... Кукуха блин... Так... Ладно... Мы сейчас... Пока... Постараемся... Блин... Тут кто-то еще да есть... А вот он... Сектант, 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 сектант... Сектант, сектант, сектант... Тебе что заняты? У нас здесь труп... Да-да... У вас здесь труп... У вас... Вот именно... У вас... У тебя... У тебя... Ближе... Подойди мне... Надо тебя тоже убить... Там вон какая-то херня фиолетовая... Ооо... Там смертельный какой-то... Подожди... А это же этот... С огнежаром... С огнежаром... Да... Подожди... А он что, не взрывается, что ли, да? Нет... Блин... Я думал вон это у него... Херня взорвется... Берегись! Где она? Песняйся! Держись, ну нууу! А вот так вот... Держись! ну можете не затягивать ничего страшного тима поглотит тебя дитя да хер вот что там идет идут раскопки если не будешь медить тебе это не помешает секрет ну медлить медлить не надо вон ту изучить штуку там которая лежит ты конечно извини что-то мне там постоянно попарапливаешь там типа быстрее быстрее ну я тоже хочу пошариться и посмотреть что здесь есть так стой подожди тут сундуки тут сундуки да ничего тут есть точки данных когда сон не идет я вспоминаю нашу свадебную ночью как ты приняла меня на врач на голову и как после когда ты уже спала я лежал рядом созерцая твои тонкие черты я восторгался их красотой но ненавидел их за то что они так хрупкие во мне вскипела ярость я почувствовал омерзение я почувствовал омерзение к этой мягкой берине готовый поглотить нас целиком и к этой комнате да запах малагомонии расшитый все это была слабость я выскользнул из-под одеяла распахнул окно и улегся на каменный пол чтобы отринуть искушение неги но когда я проснулся по утру ты лежала возле меня на холоде нагая как и я твое распростертое тело было словно мы излечем в камне и ты проснулась мгновенно как зверь готовый к прыжку ты ничего не сказала слова были ни к чему я уже видел что мы воистину созданы друг для друга понятно понятно солнце не ведает жалости и все же когда Лейвина умерла многодельно была уже оборвав жизнь моего нерожденного следа я расползал с жалостью к себе мой государь почувствовал это но вместо того чтобы покарать меня за слабость он озарил меня сияющим лучом великой милости он велел похоронить мою семью в священных пещерах уготованных особом королевской крови и великим героем немыслимо больше никогда и не сомневался в том что я избранник солнца больше никогда в моем сердце не было жалости ни к себе ни к другим а когда мою взору впервые предстала погребенная тень я затрепетал разве не я был избранником солнца ослепительным лучом веры призванным пронзить тьму разве не был то мой долг уничтожить беса но верховный жрец похавас поведал мне о пророчестве и направил меня на путь истины убийство короля солнца прервало космический цикл что близок был к завершению весь мир был оброшен во тьму обречен чтобы колесо времени снова начало вращаться нужно нечто большее чем солнце и веры во имя общей цели все силы должны слиться воедино должны соединиться тень и солнце ночь и день даже погребенная тень хочет чтобы колесо вращалось ведь если не будет солнца не будет и теней моего государя тринадцатого короля Карха умертвили он пал от рук трусов которые не видели разницы между силой и безуми сильно вы всегда осаждают слабые вот были его слова когда предатели пошли на штуру когда их пушки выкованные озерамской мразью повалили укрепления и разбили врата я бы сражался до последней капли крови но то была его воля воля солнца чтобы я увел принца и королеву на запад в рубежище мой государь не сомневался он знал что ему готово он взглянул на солнце и не отвел глаз за мной он отправил соколов знать жрецов и рабов оружием я прорубил дорогу к закатной крепости там мы должны были собраться с силами чтобы выступить в поход и вернуть себе захваченный дом но силы наши убывали пока мы не пролили свет на погребенную тень и 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 вот эту еще запись каждое утро я просыпаюсь от одного и того же кошмара кошмара наяву святой меридиан в руках распутников шпиль высится над горизонтом как сияющее копье трансившее мой разум каждый рассвет возгнаний свидетельство моего провала но близится час возмездия я освобожу меридиан я казню распутников и верну истинного короля на престол моими руками будет исполнено пророчество и действительно фанатик все мысли об одной зато он не отклоняется от поставленной цели ты собираешься искать длинношея тяжело им наверное было тащить сюда длинношея зачем просто найди его и заберись наверх разбей модуль и потом уходи оттуда как можно быстрее громыхают они там стоят все в работе будем надеяться тебя не заметят я его вижу они вызвали вокруг него какое-то сооружение собирайся чем быстрее ты все сделаешь тем лучше мне это не нравится тут что-то здесь все не так доберись до модуля и разбей его прикольно 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 еще и и куды их и куды и кудась ась кудась вот кудась не понять и чёрт муж муж надо типа вот так да еще хитрушки всякие еще непонятно с какой стороны тут залазить надо точнее с первого раза не было понятно с какой стороны залазить надо длинна шеи я вижу модуль хорошо поспеши это и есть и сейчас не время этот пыль Сущность просчиталась. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты может быть. А это нет! Уничтожи! Ёх! Пошла ж жара. Ну давай, подтягивайся. Иначе погибнешь. Куда бежать-то, ёптэть? Учереть. Советуешь? Думаешь, я тут ко сну готовлюсь? Тiso! Тише чуть-чуть. Присупай в бок иди дальше. Аминь! Куда бежать-то? Чуть-чуть-чуть! ты ж блядь всю базу ходили по три года не останавливайся перед его или блин я надеюсь это было правильное решение ну вроде да удалось удалось оторваться удалось там можно сказать скрыться или что там удалось чем удалось 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 это сделать это чудесно ух элла 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 где нам еще топливных блоков раздобыть а эллочка пришлось нелегко но ты выжил ты знал что там а и ты послал меня к нему я не спорю рискованно но выбора не было зато теперь мы сможем получить то что нам обоим нужно доступ к тайнам нового рассвета я тебе больше не верю хорошо значит ты поумнела доверие это глупость оно рассыпается как песок плохой фундамент для сотрудничества но взаимный интерес вот это прочное основание на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга нам обоим нужны ответы и благодаря тебе мы к ним подобрались поговорим в закатной крепости жалко я скотина будет правильно закатная крепость болеен так ну вот тут цветочек капец к нему вообще прям как-то не по путям до цветочка до цветочка вообще не по путям эх-эх-эх-эх ладно давай вот сюда тпм тпм блин а когда я буду того то этого землерой убивать там типа который есть землерой землерой так здесь можно по дороге вот так пройти ну давай наверно по дороге да или нет или ты как-то по-другому считаешь так у меня же должны быть эти да сундуки проволоки это особо не прибавилось что подвозь и и так и и и и и и блядь, это эта тварька Да ну нахер! Да ну нафиг! Что это за хуйня? Это что за ебаный насос? Все, он отстал. Ладно, я лучше с этими му... мудаками парамсючем. Чем с тем землероем. Вот что такое. А это бизон, ёптать. Какая-то новая разновидность бизона. Так-то они не это... Не сильные. Просто... Неохота время тратить на его убивание. Не надо... До закатной крепости добраться. Я же могу вот этого-то перехватить. Да? А, стой, подожди. Это же, по-моему, вот эта вот херня. Это приманка, которую я... Да? Вперёд, собачка. Мочи всех. Мочи всех. Болёт, собачка. Да. Что за 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 impostой? нормально так он за рам сил тут покрошил вообще отлично она закатная крепость летний дворец безумного короля джерана бастион карха на границе запретным западом и чем эту дачу не как на раскрыто у них под ногами найдем здесь много ответов на уж надеюсь так а мне же в закатную крепость надо было не только поэтому квесту по моему то есть у меня же тут еще какие-то были задания как гербовая арка она очень бледная захворала она борется но жар никак не проходит только больше усиливается ух ее зовут шиана моя сестра неужели никто не может помочь мы беженцы место свое знаем и тут есть лишь один лекарь с ним непросто на его душе тень его зовут галиф он такой умный но людей совсем не жалеет пустыня и сушила в нем доброту а может он всегда был такой в общем он не станет нам помогать но это мы посмотрим где его искать но вроде он врачевал солдат гербовой арки битва была на границе все понятно да чём там типа отведет луну я горит ты думал ну да 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 давай а ты же тарис а где барыга то ё-моё сорян барыга да там тут 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 дурак мотала махал руками думал то он я забыл что у вас тут над головой всякая херня еще поддержите у тебя есть ничего такого да так сколько у меня четыре тысячи монет есть то а вот цели а вот блин провода нужны до все окей ну ладно бегемот что ли какой-то не спеши глядишь еще чем уж помочь его убить или че может а мог можно интересны сейчас вмешаюсь мне потом скажут но какого-то вообще в полезла сюда сейчас мы узнаем обвечалась ли успехом твоей диверсии успех добро пожаловать в цитаты я скоро вернусь тебе а ты пока а где-то же зеленая тут было а вот она на база нового рассвета а время явленной славы солнца Узрите, светозарный Итамен, истинный король Солнца! Луч во тьме, чья воля свет и чей свет закон! Я поделеваю светлому Бахавусу говорить от моего имени. Волей светозарного Итамина Солнце взирает без жалости на предателя Утида. Охотник, принесший его голову, получит пять сотен осколков. Скорее пленник, чем король. Правда же? Ммм, красивые волосы. Нам надо поговорить, охотница. Знаешь, зелёный шатёр в сумраке? Буду ждать. Я занята. Ты же не охотница за головами. Поверь, Утик не виновен. Помоги мне, пока ещё есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчёт соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой, и тебя не заметят. Первый раз в цитадели должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ну а сутки... Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Незабываемое зрелище. Пора пить. Можно спрыгнуть с него. Ха! Пора! Ха! Ха! другая сторона башни найди шахту разумеется а теперь слушай внимательно я хочу тебя предупредить я показал тебе лазейку но как только проберешься внутрь пути назад не будет прежде чем спускаться вниз тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом ничто не должно отвлекать тебя остались незавершенные дела доделай или забудь про них нытья я не потерплю тебе ясно все ты потерпишь как миленький и я тебя попутчики не звала вооружиться вроде хватает всего я посвятил жизнь тому чтобы выведать тайны этого мира откуда взялись машины почему сгинули предтечи способные творить такие чудеса и многие годы десятилетиями я натыкался на стены которых не сломать и двери которых не открыть пока из дикого востока не явилась охотница и на тебе перед ней все тайны мира лежат как на ладони полагаю тебе с этой дверью повезет больше чем мне проводится опознание входите доктор собак неисправность 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 это что шутка я что смеюсь заткнись должен быть способ эй я элизабет собак мне нужен доступ запрошен доступ корневые командные функции доступны желаете продолжить? желаю открывай дверь анализ основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки доступна процедура аварийного вентилирования желаете продолжить? да включая аварийное вентилирование не доцелуй тебя который раз это привлечет внимание теперь нам придется поторопиться нам? вообще-то я тут одна своей шкурой рискую как угодно только скорее нам столько всего нужно узнать а времени так мало отлично так ну в принципе обратного отчета не идет что тебя так удивляет? система диагностики обнаружила многочистость так что это за комната? думаю это преддверие осмотрись осмотрись нет удастся удастся не нет удастся что там комната поменьше смотрится неплохо да вообще отлично ну будет интересно это все читать соответственно на паузу можно поставить будет цель вашего визита голографический театр это проект новый рассвет я генерал херес председатель объединенного комитета начальников штабов сша вы все слышали что новый рассвет это такое секретное супероружие технологическое чудо которое спасет нас от чумы фару если операция свобода поможет сдержать наступление роботов я знаю вы это слышали потому что я сам пустил этот слух и все это ложь новый рассвет вовсе не проект супероружие и он нас не спасет и что он не спасет нас почему-то Почему же? Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами фару, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Чтоб не мучиться. Зарятно. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Чем дальше, тем интереснее прям. Как так может быть? Ведь жизнь на земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как же Элизабет нас спасла? Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Да, давай поищем. Они пробрались сюда по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Данное, это верно. Да. Так эти механические чудовища, они не просто убивают людей. Они ими питаются, не только людьми, всей органической материи. Все живое расщепить на составляющие. Извечаете эволюции превратить в жижу. Сделать из чудо жизни. Биотопливо. И ездили в общественную? Да. Кто это сделал? Фаро? Этот ублюдок. Он здесь? Нет, доктор. Прошу вас. Скажите, что это Том Бейк. Буди! Где ты? Доктор, уявитесь, пожалуйста. Позовите сюда, деда Фаро. Хотели бы это обсудить? Ух, значит, мамка-то была права. Что? Мамка моя к Библии относилась очень серьезно. Даже по меркам техасского пузыря. А любимая глава у нее была книга откровений. Я ее вообще-то не всегда понимал. Она вечно всякую пугу несла, так что ее не разберешь. Но когда изъяснялась по-человечески, то постоянно вещала про конец света, про озеро огненного там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогушек. Вот такой остромодный. Ребята у вас молодцы, вы следили все-таки. А ведь полтора года в розыске... Моя рамка талки-то, это моя рамка. Моя рамка талки-то, это моя рамка. Много было желающих меня пришли, но я всегда был на шаг впереди. А это мы сейчас посмотрим. Фух, это мы посмотрим, кто выстоит, а кто не выстоит против вас. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Громозир! Значит, прежде вы работали в автоматизированных системах ФАРО. Разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения. Я думал, вы будете меня судить. Когда за мной пришли, я подумал, давно пора. Мне гложет чувство вины с того самого дня, как... Я могу уйти, а не не за мной. А точки с данными так просто оставишь? Нет, я просто... Правда, надеялся, что новый рассвет все исправит. То, что вы утворили. То, чем я гордился. Боже, простите, на словах вот это все звучало так убедительно. И в лаборатории этот процесс затворения... Тот первый пробный пуск. Когда мы увидели, что они понимают собственную структуру, что они могут отстраиваться по памяти. Безгранично. Господи, безгранично. Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните, Одиссей? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по области. Молодцы, мы. Молодцы, работы, не упал. Он в запасе как-то месяцы. Представляете себе объемные задачи. Не знаю, что срок успеть не готовить корабль. И вы понимаете, как он может спасти. Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взяли за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели. Огромный запас энергии. Прома, жуха. Так что даже если вы его построите, то и если вы мечте в этот раз отправить на югу 10, для людей вместо того, кто не останется. Пожалуйста, успокоитесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не будет. Девушки, не важно. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Хер знает, что там у них. Где точки с данными? О чем мы задумались, доктор? Не о том, что сказал Кейнер. Нет. В 2051-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизиге и Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. За ваш... За... За ваш вкл... За ваш вклад в ликвидацию эту аварии вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло. Там больше ничего не растет. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся. Земля станет необитаемой. Это произойдет еще до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Ох, сколько же тут информации. Это просто-просто какое-то прям... Думаю, вы понимаете, почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акилла. Капитан Акилла. Хотите похвалить меня, что я не сопротивлялась? Разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможным. Когда кто-то вспоминал про наши залежи лития, вместо дипломатов к нам всегда присылали рой. Металлурджик Интернешнл, армия США. Менялась маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов. Да, поэтому теперь я щеголею протезами. Но все равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта «Манхэттен», генератор кодов деактивации. Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я неправа. В несчастью ваш прогноз, соответствует безденье. Элизабет Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования. И снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя – Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Херрис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов в фары навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей. Озеленение Земли семенами из креохранилищ. Заселение планеты организмами. И когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества. Откуда они все узнают? О нас. И самое главное. Как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Давайте. Вся земля погибла. Но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Но тогда... Зачем? Аид. Если он был частью геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А... Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Конечно, согласен. У меня будет шанс возместить то, что я... Тот урон, который... Мне кажется, я не достоин, но я согласен, без вопросов. Тот факт, что вы к этому причастны, для нас не важен. Для меня важен. Доктор Собак, Марго. У них хватило ума вовремя уволиться. Но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ППВИ. А это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно. Полтора столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не гняли их словам. Я порвал свою жизнь. То есть, я готов работать, готов скалывать, чтобы обеспечить своей семье место в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Если вас еще тошнит... Нет, ингибиторы подействовали, но я уже языка не чувствую. Я бы рада была в моей боли, но ущерб слишком велик, слишком обширен. Он не поправил. При всем уважении к трудам доктора Собак, нет. Нет, жизнь не всегда пробивается вновь. Иногда она уходит навсегда. Как на Сизиге Восточной. Как в Конго. Как в Тимуле. Как сейчас. Это наша награда? Подземный город с безнадежными больными, ожидающими своей смерти? Вы сможете дожить до старости вместе с вашими близкими в безопасности. Нет у меня близких. Хотя, наверное, можно завести семью. Боюсь, нет. Все население Элизия будет стерилизовано. Обеспечить условия жизни для двух тысяч человек на протяжении ста лет сложная задача, доктор Альберт. Если население будет расти меньше, чем через 30 лет, никого не останется. Я знала. Просто не могла заставить себя это сказать. Что, простите? Закончим с этим. Эстаназия. Я не хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы все кончилось. Понятно. Согласно протоколу, вам необходимо подождать 48 часов. После чего? Эти следят за тем, что объехали за грым? Это охрана. Для вашей безопасности. Давайте поговорим о том, что вы сейчас чувствуете. Ладно. Я вам скажу. Я удивлен. Нет. Ошарашен. Эльмандия своражился. Ошарашен. У него еще так сильно порсировало на лбу. Я думал... Я думал, вы абсолютно не подготовлены к проекту космического перелета. Но оказалось, все еще хуже. Намного хуже. Тобок просто фантазерка. А, сэр, фантазерка. Додуматься до того, это... Ох ты, мы... Я жаль, что все это было пустое траты времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Это... Да все, о чем вы тут говорите, невозможно! В этих документах не сложены варианты. Не хватит. Я ухожу. Что вам вообще... Уберите руки! Лазучица! Взять ее! Вот только не вздумай сейчас погибнуть. Звали! Обратите! Добавайте! Подержим! 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 或許! Так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это низ это сюда вверх и туда да вверх и и сюда да они блины сюда вот сюда м стало быть не так да стало быть ну окей давай верхний стаж и биться нельзя минута бредятина какая-то блядь а стой подожди этаж если мы отсюда войдем это туда стоя сама так если вы смотрит сюда то это должно быть вверх да но откуда тут начало то подожди вот так вот это значит вверх вверх а это значит низ да так если это низ то это должно туда смотреть но это не работает соответственно мы переключаем эту вот сюда это мы переключаем наверх наверх это соответственно значит тоже должно смотреть сюда это значит смотрит вниз 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 а это смотрит вон туда из а я не знаю но тут я не знаю ты а Ну, значит, нет, значит, вот это должна смотреть сюда Ну, по-другому-то просто никак Это, значит, должна смотреть наверх А, подожди, стой, это Это смотрит Это смотрит сюда же Это низ Это низ, а это туда, да? Все, теперь дверь должна открыться Блин, а там же тоже лестница была в этой В первом-то помещении, в которое проник И что-то я совсем про нее забыл Никуда не щеманул Значит, здесь сюда куда-то надо идти Ну, и что? Стой, подожди, это я отсюда только что Прибежал Ну, значит, мне явно не сюда, да? Излучатель И для чего? И для чего ты это нашла? Что мы будем с ним? А! Понятно Теперь я его сюда ставлю Все, они теперь это Так, мы отсюда вы начинали, да? И, соответственно, значит, здесь отсюда Вверх Теперь сюда Вниз Потом Сюда И вверх остается Нет Вверх Сюда Низ Сюда И вверх Значит Ну, смотри, ладно, тогда вверх Оставляем Так Низ Третья, да? Так Это значит Вот сюда Блин Хер пойми С какой стороны Нет, подожди Ну, что за бредятина-то, блядь Ну, вот Вверх Было же на это То есть, если отсюда войдет вверх Потом сюда Низ Сюда Вверх Не канает Значит, отсюда вверх Сюда Сюда Низ Низ, да, потом Не, ну, это бред Бред какой-то, блядь Вверх Туда Низ Туда Вверх Что в то Что в ту Что в фару Фару перевернуто Показывает Может быть Это Надо перевернуть Тебя И может быть Тогда А, она перевернулась Это значит Получается Вот это Вот должна быть Внизу Внизу То есть, если мы Переворачиваем Ну, допустим Это низ Эту мы Переключаем Так, ну, допустим Пусть она останется С этой стороны, да Вот это Третья Это должна Значит быть Вверх То есть, мы Вот эти В принципе Не трогаем Вот это Вверх А это Так, это Должны в разные стороны Смотреть А это Должна внизу Быть По сути Нам только Надо будет Вот эти Вот поменять Да Все отлично Да Давай посмотрим Что за Понял Так, а чё Какая дверь Куда Куда Дверь А вот Это Давай О Амудозвоны Затмение Они здесь Обойди Догребили Гея Она там На втором этаже Доберёшься Будет непросто Их обойти А я Блин, а я не могу Уже тяжёлое оружие С собой взять, да Не могу Скорее Вбеги Доберёшься Я 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 Литты сиропы. Лешенец обручен. Снаружи! Кажется, я не хочу. У нас есть, не забудьте, ай. Никогда не убейте, ай. Ура! Кажется, он забыл. Ура! Просто. Скорее. Снимай. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 помешательство машины не всегда были такими злобными так и есть еще лет 10-15 назад они вели себя смирно кажется это здесь кабинет или забыть собак должен же быть какой-то способ осторожно кто-то опять не понял сектанты сектанты одни сектанты то есть мне с ними придется все-таки до сражаться ух ты шух ты перед вами аполлон коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений я сами на абаджи еще недавно я руководила международным институтом коллективной памяти в новом тегеране я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний творческих проектов и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не с кем поговорить, не с кем поболтать... Ничего, ни с кем нечего сделать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай... Полезли наверх... Тут какая-то есть... Записька... Записька тут какая-то есть... С 2060 по 66 я был председателем объединенного комитета начальников штабов... Это высшее офицерское звание в армии США... В мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операции «Свобода», В которую было обманным путем вовлечено гражданское население США и других стран... В течение последних 14 месяцев существования жизни на планете... До чумы Фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть... Я был смел и решитель... Находчив в политических маневрах... То, что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армией... Знакомьтесь... Это АИД... Аварийный протокол нового рассвета... Реально... Программа убийцы... Но... Я знаю... Что вы думаете... Задача гея воскресить жизнь... Так зачем давать ей под функцию, назначение которой... Снова угробится в горе... Тебе он на кое... Ну... Как же тупо, да? Угу... Короче... Воссоздание целой биосферы... Задачка непростая... Какой бы умной ни была гея... С первого раза у нее вряд ли все получится... Но... Представьте, вы гея... Прошло 200 лет... Это вы растите новую биосферу... И все черти как... Концентрация щелочи завышена... Леса смывает поток, в котором утонуть бы даже... По-другому наверх не попасть... Миссии тут... Е-мое, блин... А интересно, какой мировой рекорд по спидрану по... Хорайзену, блин... Просто как вот... Просто я знаю, что там... Дайнлайт что-то... 8 минут мировой рекорд спидран... А сколько Хорайзен? И мешок и так уже наден... Это... То, о чем я думаю... Искусственные матки... Машины призванные родить новое поколение людей... Комплексы колыбель Элизабет говорила В таких местах Родится новое поколение людей Говорила Гара Великой Матери Одно из них? Есть лишь один способ узнать Люк не открывается Там говорилось что-то Про поврежденный альфа-реестр Надо обыскать кабинет Элизабет Так, ты мне лучше Блин, топливные элементы найди, кукушка Я хочу ту броню заполучить Кажется, раньше здесь что-то Да, можно задействовать В морфологии антило Какой-то компонент Катя Козье Демонстрирует большую выносливость Быстро учишься, Гея? Доктор Собек Проведя сравнительный анализ Морфологии млекопитающих Я собрала Какой твой вывод? Гея? По логике их вымирание было естественным Продолжай Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим предаточные функции и проверим взаимодействие Элизабет Одной логики мало, Тет Гея должна быть лично заинтересована в успехе Должна переживать А если взбеситься? Ты забыла о наших ошибках? Ты про свои ошибки? Я говорю, что ей нужен выключатель Она только что родилась Я не представляю ей пушку к виску, пока она в полюбили По-твоему, это ребенок? А если она станет монстром? Могу я высказаться не по протоколу? Конечно, Гея, говори Простите, что возражаю, но мистер Фарр совершенно прав Сейчас развитие моего сознания не является предсказуемым Чтобы обеспечить сохранность жизни, было бы разумно встроить мою систему предохранитель Вот Доволен, Тет Господи, послушай ты ее Ох... Ну, что тут у доктора собак есть? У меня уже много вещей Хорошо Файл с альфа-реестром Целый Хер его знает Да Он не поврежден Тогда чего ты ждешь? Копируй Теперь я смогу восстановить реестр священной горы Открыть Войти И узнать все секреты Точно-точно Может Узнаю, кто меня родил Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то Ублюдок О, нет Я законорожденный Это ты, Лой, по рождению машины Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение Быстро уходи То, что ты нашла, бесценно Ты бесценна Ой, это этот Мудозвон То есть, типа, такой взрыв задел только ее А их он не тронул, да? Ты жива Хорошо Тебе уготована более подобающая смерть Дитя Я надеюсь, что они меня хоть на поверхность вытащат из этой херни, чтобы самого не вылазить В рожде вытащили Мне было твердо известно одно Что моя судьба стать великим воителем солнца И когда убили Джерана И когда Меридиан пал Моя вера оставалась крепка Пока не появилась ты Когда мне сказали, что ты выжила Снизу Снизу Элой Снизу Заката Неизбежная гибель моих врагов Но я ошибся Как? Почему? С каждой твоей атакой С каждым убитым воином Мои сомнения росли Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла Один взмах Одно движение лезвия И тебя бы не стало Моя рука Сразила много врагов Зачем я медленно? Почему не выполнен то, что должно? Если ты намерен и дальше так трындить Лучше убей меня сразу О нет Нам с тобой спешить некуда Совсем Может отвлечемся на пытки Чтобы не слушать твой голос В тот миг На горе Я ведь намеревался убить тебя Но не стал Почему? Эта ошибка Не давала мне покоя Преследовала меня И лишь когда я поймал тебя Там В том месте Я наконец постиг Мудрость солнца Великий запасел Что связал эти события О да Ты должна была выжить в тот день Должна была помешать нам вести раскопки Мне Было предначертано Здесь Схватить тебя Чтобы ты стала жертвенным даром солнцу Все так Как должно было быть Как было предсказано Согласно его замыслу Жерель от вам Из патронов Что ты болван Да Опасный Но болван Все эти разговоры Про веру Про судьбу Наверняка Аид говорит Теми же словами Да Тобой просто Манипулируют Аид Древняя машина А не это Ваша Погребенная тень Плевать ему На меридиан Он хочет уничтожить Все и всех А ты Его услужливый рак Я служу не под ребенок Я служу солнцу в тени Противоположности слились Во имя одной цели Тень и солнце Тьма и свет Ты правда не слышишь Как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю А теперь служишь сумасшедшей машине Сдаешь позиции Как-то Припомню эти слова Когда буду смотреть Как горят Твои останки Боюсь Ты не уловила суть Я победил не только тебя Но и сомнения А настоящая вера Дарит бесконечную силу Так открой клетку И убедись Что ты прав Что твоя вера Не самообман Круг замкнулся Каждый элемент На своем месте Ровно там Где должен Блудный зверь Бойл Его удел Известен Пойти На заклание А Кстати о жертвах Забыл тебе сказать После того Как ты обрушила Нашу сеть Я отправил Гонцов На восток Приказал Собрать войско И атаковать Вашу Священную землю Все нора будут Пизнены То есть Моей целью была Ты Но похоже Без всего этого Можно было Обойтись Меня изгнали Из племени Мне плевать Что ты с ними Сделаешь Вот как Что ж Тогда просто Забудем об этом В любом случае Отменить приказ Я уже не смогу Я бы и хотел Но твоими стараниями Связь между нашими Отрядами Оборвана Ты обрекла Не только себя Но и все свое племя Скажи мне Это ли не воплощение Испепеляющей Кары солнца Визор Такое могущественное Устройство Но оно Такое хрупкое Как видишь На Сирос Я не стал Медлить Я Уже взмахнул Своим пленком Сейчас мне Как еще Сражаться С кем-то Да Предстоит Вообще Отлично Возрадуйтесь Верная карта Наши годы Во тьме Закончены Новый рассвет Рожит на горизонте Настает Новый день И очень скоро Ложный король Будет мертв А мы вернем себе Святой Меридиан И в этом Я Стану Орудием Пророчества Ныне Слились Воедино Все половины Творения Солнце и день Свет и тьма День И ночь Ох тыж Всем сидеть Разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами Как победить подобное создание ночью Выйти на охоту среди пела дня Если бы это не было угодно Великому солнцу Много лет назад Освещая кольцо солнца Великий тиран казнил здесь многих неверных Просипы Под копыта Бегемота Бегемот Розен И могуч Свети солнца Но еще страшнее он Когда его окутывает Сила тени Так пускай Это вероломное отродье Отдаст Свою жизнь Пусть она Станет Первой Из тысяч А могла просто Копье снизу вытащить И наебнуть этого мудака Но мозгов то нету Ну что Свою жизнь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...